И маме пришлось и нищенствовать, просить подаяния у добрых людей. Потом она жила в няньках, пока ее не определили в детский дом вместе с братом. Детских домов в ее жизни было несколько. В Ижевске, Нелге, в Старых Зятцах. Она окончила среднюю школу, по комсомольской путевке получила образование в Ленинградском пединституте имени Герцена, учительствовала, работала в Ижевском и Сарапольском педучилищах. В 50-х годах получила звание заслуженной учительницы в Муртии. Умерла мама в 1998 году. Я думала, что этим закончится мое повествование о деде. Но в последние дни обнаружилось продолжение нашей семейной истории. В интернете мы нашли недавно вышедшую книгу Алексея Коробейникова «Ижевские постанцы и красный террор», где были впервые опубликованы протоколы заседания ЧК в Ижевске за ноябрь-декабрь 1918 года. Естественно, я постаралась разыскать автора. С Алексеем Владимировичем мы оказались почти соседями, жителями одного квартала. В его книге содержался протокол заседания ЧК номер 22 от 30 ноября. В нем значилось «Жданова Потапа, гражданина города Ижевска, предать как контрреволюционера смертной казни через расстрел, приговор привести в исполнение немедленно». На следующее утро Алексей Владимирович позвонил и сообщил «Дело вашего деда в архиве сохранилось. Он был реабилитирован в 1991 году». Ну, это все. Вот это пи...